Доброе утро! Вы смотрите новости в студии Анны Москаленко. Давайте перейдем к выпуску. Очередной этап акции «Безопасный лед» стартовал в крае. Акция продлится до 26 февраля. Об этом сообщает сайт Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. На этой неделе в ходе акции запланировано охватить 440 мест возможного выхода людей и выезда техники на лед замерзших водоемов. В зоне риска – рыбаки, школьники, пешеходы, автолюбители. Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает, с каждым днем календарная весна все ближе. А это значит, что лед на водоемах с каждым днем становится все более хрупким и риск провалиться в ледяную водную пропасть все больше. Необходимо быть внимательными при переправе по льду. Нельзя допускать превышения установленной грузоподъемности. Выезд на лед безопасен только на прошедших техническое освидетельствование и гимс ледовых переправах. На данный момент их в регионе 7. Баскетбольный клуб «Барнаул» на своем паркете уступил двум лидерам Суперлиги-1. Причем между играми коллектив краевой столицы остался без главного тренера и ведущего игрока. Как эти события повлияли на игру горожан смотрите в нашем материале. После, казалось бы, ожидаемого поражения ревдинскому темпу в среду, положение дел в баскетбольном флагмане края серьезно поменялось. По боютному согласию БК «Барнаул» покинули один из лидеров команды «Алемджан Федюшин» и главный тренер Олег Тен. Но глядя на начало матча с «Уралмашем», складывается впечатление, что перестановки сказались на горожанах в лучшую сторону. «В первой половине получалось очень много, как сами сказали. И пока были, наверное, силы, и, как сказать, силы для того, чтобы была мысль в игре, мы это делали. То есть мы были предельно строги в защите и старались двигать мяч нападения, о чем мы говорили за эти пару дней. И получалось много. Видели, там легкие очки под кольца пару раз были, тут еще движение мяча, очковые броски мы двигали». Коллектив из Екатеринбурга сейчас возглавляет таблицу «Суперлиги-1». «Барнаул» на одиннадцатом. В то же время у гостей накопилась усталость из-за кубковых матчей. Несколько игроков заболели, кто-то даже не смог выйти на игру. Хозяева паркета к большому перерыву вели 42-40. «Какие-то совокупляющие факторы, сопутствующие плохому нашему началу. Но факт есть факт, мы проспали. Не было того давления в защите, той борьбы, той концентрации. И так немножко вальяжно мы выглядели». Но все перевернуло третья четверть. «Уралмаш» на классе переиграл соперников. Гости начали агрессивно защищаться, а после потери мяча барнаулцами спортсмены из Екатеринбурга без труда зарабатывали легкие очки. В итоге третий отрезок завершился провалом хозяев – 6-26. В четвертой четверти тенденция продолжилась. Общий итог игры – 70-97. «В второй половине больше, наверное, сбились на индивидуальную игру. И чуть соперник поддавил, другую агрессию проявил. Мы чуть посыпались. Но это повод задуматься, работать дальше». Однако при переменах в главном клубе кое-что в барнаульском баскетболе остается без изменений. Это преданность и любовь болельщиков. Их поддержку оценил и Нейман Райт, который воспитан на родине игры с оранжевым мячом – в США. «Как всегда, великолепная атмосфера. Болельщики всегда вели команды вперед. Все знают, что в Барнауле отличная фанатская база». До завершения сезона барнаульцам остается шесть игр. Ближайшая из них пройдет уже 24 февраля в Иркутске. А дома горожане сыграют 10 марта. Гостем станет клуб из Тамбова. Артем Тарасов, Константин Ганов, Денис Кузьменко. Новости. Детский праздник – путешествие в страну Куманды-Тиль провели в Национально-культурном центре Кумандинской культуры в селе Красногорское. Мероприятие устроили в рамках Международного дня родного языка. Участники посетили несколько станций страны родного языка и на каждой узнали что-то новое. На одной посмотрели презентацию детской литературы с кумандинскими сказками на русском и кумандинском, на другой попробовали сказать что-нибудь на новом языке. На станции Куманды-Тиль, кумандинский язык, старейшины кумандинского народа, носители языка, провели для ребят мастер-классы. Все вместе учились считать, здороваться, прощаться, уважительно обращаться к старшим. А еще играли в подвижную народную игру «Ким Сен». Все участники получили в подарок сувениры и оставили в память о празднике отпечатки ладошек на плакате. У меня на этом все. Хорошего дня!